Двадцать пятая строка. Образ содеянного сделало того бледного человека бледным. Ему к плечу было дело, когда он его совершал, но он не вынес его образа, когда оно совершилось. Всегда смотрел он на себя, как на совершившего только одно дело. Безумием называю я это. Исключение превратилось в существо его. Черта завораживает курицу. Удар, что он нанес, околдовал его бедный разум. Безумием после дела называю я это. Да, это очень важно. Безумием называю я это. Исключение превратилось в его существо. Кого мы называем убийцей? Того, кто один раз убил. В этом нет его сути. Представьте себе домохозяина, который всю жизнь жил спокойно, но однажды убил. Это не его суть. А теперь подумайте обратно. Кто тогда убийца по сути? И называем ли мы убийц по сути убийцами? Мы манерами называем? Нет. Сколько убил лучшей манерами? Мы их называем великими людьми. Убийц по своей сути мы называем великими людьми. А несчастных людей, которые один раз совершают убийство, мы называем убийцами. Хотя они просто обычные люди. Это та дилемма, которую, помните, пойманный македонским пират объяснял македонскому. Я убил 200 человек, и ты меня называешь убийцей. А ты убил 200 тысяч. И ты король мира. Кто из нас больше заслуживает наказания? Это тоже часть справедливости. Справедливо называть человека тем именем, которым он является, а не тем, которое он случайно получил или случайно достиг. Вы должны видеть суть. Только так вы сможете отличить хорошего человека от плохого, при том, что они оба будут делать одно и то же. Или, что еще хуже, оба будут делать разное. То есть суть в постоянном действии, а не въединичном. Один из аспектов, кажется, да. То есть это как сущность человека? Во многом. А это, то есть можно ли сказать, что это тоже, ну не как давление добродетеля, но то есть тоже как... Как предупреждение тела? Да, то есть то, что говорит ему делать его добродетелю. Конечно, добродетель побеждает, одна добродетель побеждает вас, а она говорит, убивай. Она победила постоянно. И она говорит, убивай. Македонский, может, не хотел захватить мир. Может быть, он просто хотел убивать много. И не было другого повода. Сейчас о бледном преступнике объяснить нам, как это происходит. Ага. Да. Еще один вопрос. Может ли, могут ли разные добродетели просить об одном и том же? То есть, допустим, опять тоже убийство. Может ли, ну... Да, вполне. Ну, надо добродетели просить убийство. Другое? Вполне, вполне, вполне. Например, ваша гордость и ваша ревность, или ваша гордость и ваша зависть могут просить об одном и том же. Но в любом случае это будет повод для одной из них убедить. Вопрос о профессиональном... Является ли суть профессионального убийства убийства? То есть, если есть у нас киллер или наемник, который убивает служить? Вопрос. Это его призвание? Не всякая профессия является призванием, не так ли? Он хочет денег, в общем, его от душа или нет? Деньги – это тот мотив, о котором он знает. Но подлинный мотив, который беспокоит нас, это тот, о котором он не знает. Прошу вас. Что же было в случае бледного преступника? Так говорит красный судья. Почему убил этот преступник? Он хотел ограбить. Да, преступник думал, что он хотел ограбить. Я же говорю вам, душа его хотела крови, но не грабежа. Иными словами, его самость, его добродетель, хотела на самом деле убить. Он жаждал счастья ножа. Но его бедный разум не понял этого безумия и убедил его. Что толку в крови говорил он? Не хочешь ли ты, по крайней мере, совершить при этом грабеж? Отомстить? Иными словами, мотив, который сам преступник себе приписывает, не имеет никакого значения. Значение имеет только тот мотив, которого он не приписывает. Просто как понять не выписываемый мотив? Да, как его найти? Если умер. Нет, не если умер, а в принципе, как его обнаружить. Как познать то, что... Именно поэтому Нейча называет себя первым психологом. Это наука, называемая психологией. И вот подсознательно... То есть Фрейд не мог? Ну мы уже говорили о влиянии Нейча на Фрейд. Вообще, да, отсылка. Потому что на самом деле вот эта идея, потом психоаналитиками будет сильно очень развиваться. Именно вот эта Нейшанская идея, попытка увидеть в преступлении их внутренний бессознательный мотив. Ну в любом поступке даже, да. То есть если муж там, допустим, в сцене эффекта убил жену, он хотел убить эту жену, а все остальное это уже условия, которые потом возникли. То есть мотив, который рациональный, он уже возникает потом, а бессознательно... И вот это там всякие конструкции потом... Да, да. Фрейдистская конструкция всадника и его лошадь. Лошадь идет туда, куда она хочет, а всадник задним числом говорит, я ей приказывал идти туда. Но в итоге получается, что психоаналисты проиграли. Потому что у них не получилось. Есть ли у нас законченная наука психология? Нет. Именно поэтому мы еще не можем решить задачу, поставленную перед нами нише, не ждать, пока сверхчеловек появится, а создавать условия, при которых он появится. Если вы хотите найти сверхчеловека, тогда вам надо стать психологом. Если вы хотите создать условия, при которых живет и процветает сверхчеловек, тогда вам тоже надо быть психологом. А если не будем стать сверхчеловеками тоже? Тогда это не обязательно. Можно ли сказать, что Ницше как-то ассоциирует себя с Золотустой? И да, и нет. Часто Ницше будет говорить «мой сын» Золотустой. Но из самой книги есть момент, где Ницше сам себя ассоциирует с Золотустой. Но просто Золотустая говорит, что он не является сверхчеловечем. Ницше не скажет, да. В следующей книге «По ту сторону добра и зла» Ницше скажет, есть философы будущего, есть философы настоящего. А между ними интермедиа, свободные умы. Свободные умы – это умы, свободные от предрассудков философов прошлого, то есть философов настоящего. Но еще не философы будущего, потому что у философов будущего новые предрассудки. Ницше – это свободный ум, не философ будущего. Именно поэтому он опровергает, а не утверждает. А можно ли сказать, что те, кто были и будут после Ницше, до новой философии, это свободные умы? Нет, те, кто были до Ницше, это философы. Опять же, придерживается ли тот или иной ум предрассудков философов или не придерживается? Если не придерживается, то он свободный. Для этого вы должны знать, что это, с точки зрения Ницше, предрассудки философов. Для этого надо было читать по ту сторону Добра и Слава. Как может быть ум свободен от предрассудков вообще? То есть тот же философский ум, если человек считает себя жилософом, например, он же может быть свободным от предрассудков? Ницше утверждает, что может быть свободным от базовых философских предрассудков. То есть свободным от предрассудков посылок Сократа? Свободным от веры в те посылки, которые задает Сократ, да. Ну то есть опровергающим Сократа. Как вы становитесь свободным? Вы смотрите на современных философов и начинаете думать, а каковы были постулаты, от которых они отталкивались, чтобы прийти к той точке, к которой они пришли в свою философию? Эти постулаты оказываются принятыми по умолчанию. Они не обдуманы, они не продуманы, они не доказаны. И их очень легко опровергнуть. Но Ницше должно развивать свои виды. Это задача для будущего. У философов прошлого были предрассудки. И у философов будущего будут предрассудки. Мы находимся в интермедии, поэтому у нас нет предрассудков. И он послушался своего бедного разума. Как свинец легла на него эта речь. И вот, убивая, он ограбил. Он не хотел стыдиться своего безумия. И вот снова свинец вины лежит на нем. Его бедный разум стал таким же застывшим, таким подавленным, таким тяжелым. Если бы он мог встряхнуть головой, его время скатило сблить его. Но кто встряхнет, то голову. Что такое этот человек? Очень болезнен через дух, ворвающийся в мир. Там ищут они свои добычи. Да, то есть это клубок аффектов. Что такое этот человек? Клубок диких змей, которые редко вместе бывают спокойны. И вот они расползаются и ищут добычу в мире. Взгляните на это бедное тело. Да, все это время, все речи, которые мы пока читали, они все связаны с телом и телесностью. И тут все еще нет... Он это до сих пор юношам говорит? Да, это все еще говорит с юношам, еще нет учеников. Что она выстрадала и чего страстно желала. Вот что пыталась объяснить себе эта бедная душа. Она объяснила это как радость убийства и жажду счастья ножа. Кто теперь становится больным, на того нападает зло. То, что ныне есть зло. Страдание хочет он причинять тем самым, что ему подчиняет страдание. Но были другие времена и другое зло и добро. Некогда были злом сомнения и воля к самому себе. Тогда становился больной еретиком и колдуном. Как еретик и колдун, страдал он и хотел заставить своих других. Но это не проникает в ваши уши. Это вредит вашим добрам. Говорите вы мне. Но что мне до ваших добрых? Вы говорите о справедливости, но ключевая проблема со справедливостью, замеченная еще Сократом, она меняется. Она не универсальна. Сократ решает ее по попытке создать естественную справедливость, естественную иерархию людей. Ниша не может создать естественную иерархию людей, потому что природа это проблема. Потому что если существует естественная иерархия, нет свободы. Потому что если существует естественная иерархия, человек не может быть проектом. А человек должен быть проектом. Человек фактически является проектом. А свобода самому себе не ведет? Не каждый дух может стать любым. Многое ваших добрых вызывает во мне отвращение, но поистине не их зло. Но как бы я хотел, чтобы охватило их безумие, от которого они бы погибли, как этот бледный преступник. Поистине я хотел бы, чтобы их безумие называлось истиной или верностью, или справедливостью. Но у них есть своя добродетельность, чтобы долго жить в жалком довольстве собою. Я перила над потоком, ухватись за меня, кто может за меня охватиться. Но я не ваш костыль. Так говорил Заратовский. Да, последняя фраза довольно загадочная. Я перила над потоком, но я не ваш костыль. Вопрос по названию. Почему бледный? Бледный значит раскаившийся и значит больной. Он именно бледный, потому что он в страхе от того, что представлял из себя его высший момент. Ницше сторонник преступников. Ницше считает, что все великие люди так или иначе являются преступниками. Потому что все великие люди так или иначе выступают против общества. И за это общество объявляет их преступниками. Но даже если оно не объявляет их преступниками, они таковыми являются, потому что такова их суть. Убийцы, насильники, грабители. Когда мы говорим о великих людях, у нас в голове, как правило, возникают политики. Что-то связанное с войной, так или иначе. Подумайте о том, что делали эти люди, кроме насилия, убийств, грабежей, оскорблений, подавлений, унижений и так далее. Их свойства окажутся, чем они занимались чаще всего. Что была их суть. И суть великих людей, как великих политиков, только в этом. Хорошо. О чтении и письме. Из всего написанного «Люблю я только то, что пишут своей кровью». Да. Это глава не о чтении и письме. Это глава о мужестве. Следующий добролетель. «Пиши кровью, и ты узнаешь, что кровь есть дух». Да. И эта глава снова все еще о телесном. Причем, наверное, надо было бы начать с того, что мы должны знать, что Митша максимально противоречив. Нет ни одного тезиса, серьезного тезиса, который нельзя было бы опровергнуть, найдя прямо противоположный тезис в самом жениче. Я уже объяснял вам, почему это так. Здесь нас просто ждет пример «Вот и все». Этот пример на странице 95-96 в главе о священниках, когда Заратусто говорит прямо обратное. Кровь ничего не доказывает. Тот, кто пишет кровью, не пишет правду. Зачем говорит он здесь одно, а там другое? Там он говорит ученикам, а здесь как бы еще и юношам. Может быть разница, да? Хорошо. Возбуждает юношей словами о крови. Хорошо. Все-таки это глава, посвященная мужеству. Что значит фраза «Пиши кровью, и ты узнаешь, что кровь есть дух»? Речь снова о телесности. Ваша кровь отражает ваш дух. То, что вы пишете, отражает состояние вашего тела. У меня еще до начала курса был вопрос «Нелегко понять чужую кровь и ненавижу читающих из праздности». «Нелегко понять чужую кровь, потому что невозможно понять чужое тело, невозможно влезть в чужую шкуру». «Ненавижу читающих из праздности». Это те, кто читают, не имея цели понять чужую кровь. Читая философское произведение, вы должны пытаться понять, что именно хочет сказать автор. Для того, чтобы понять, что именно хочет сказать автор, вы должны понять его скрытый мотив. Вы должны понять его до конца. Но большинство людей, читая философские произведения, читает их просто перелистывая страница, без усилий. Читающие из праздности, забивающие время чем угодно. «Нелегко понять чужую кровь. Я ненавижу читающих из праздности. Кто знает читателя, тот больше ничего не делает для него. Еще одно столетие читателей, и дух сам провоняет. То, что каждый имеет право учиться читать, портит надолго не только письмо, но и мысль. Некогда дух был богом, потом стал человеком, а ныне становится он еще вечерний. Кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть». Вопрос. А это не похоже на какие-то притчи? Конечно. О чем мы речем? Это книга для всех и для никого. Это значит, что ее не будут читать. Серьезно. Большинство не будет ее читать. Поэтому оно должно заучивать ее. В горах кратчайший путь с вершины на вершины. Мы уже обсуждали это. Докажите, что вы высший человек. Прочтите по ту сторону добра и зла, спускаясь в низину. Притчи должны быть вершинами, а те, кому говорят, большими и высокими. Воздух разреженный и чистый. Близкая опасность и дух, полная радость и злоба. Все это хорошо подходит друг к другу. Я хочу, чтобы вокруг меня были горные духи, ибо мужественен я. Мужество, которое отгоняет призраков, само задает себе горных духов. Мужество хочет смеяться. Я уже не чувствую так, как вы. Это туча, что я вижу под собой. Это чернота и тяжесть, над которыми я смеюсь. Вот ваша грозовая туча. Вы смотрите вверх, когда вы стремитесь возвыситься, а я смотрю вниз, потому что я возвышен. Смотрите, за то, что отделяет себя от кого-то. Отделяет активно. Кто из вас может одновременно смеяться и быть возвышенным? Кто поднимается на высочайшие горы, тот смеется над всякой трагедией и социальной жизнью. Мужественными и беззаботными, насмешливыми, сильниками, такими хочет видеть нас мудрость. Она женщина и она любит всегда только воина. Да, естественно, я сразу отсылаю вас к человеку, которому надо отсылать, который говорит о женщине и войне. Что это за женщина? Что это за человек? Мудрость женщина, и она любит только воина. Почему она любит только воина? Потому что он мужественный и насильник. Как и всякая женщина, в кавычках, она хочет насилия. Мудрость хочет насилия. Мы еще увидим это в замечательной главе о старых и молодых бабенках, кажется, она называется. Что это за женщина? И кто говорит по поводу женщины и воина? Не вспомните? Фортуна любит молодых, потому что молодые гораздо чаще рискуют и занимаются насилием, потому что они гораздо более активны. Кто это? Конечно. Макиявелли. Ницше экстраполирует это дальше. Экстраполирует это против философов прошлого. Чем они занимались? Они созерцали. Ницше говорит, хватит созерцать. Мы должны насиловать мудрость. Мы должны насиловать истину. Ибо истины как таковой и не существует. Именно поэтому вы пишете кровью, своей кровью. И тогда вы знаете, что кровь есть дух. Давайте мы забежим вперед, и будет проще. Том 5 предисловие, где Ницше говорит об этом более честно и более прямо. Предположим, что истина и есть женщина. Как? Разве не обосновано подозрение, что все философы, поскольку они были догматиками, плохо понимали женщин? Что ужасающая серьезность и неуглюжая назойливость, с которой они до сих пор имели обыкновение относиться к истине, были неловкими и непристойными средствами для того, чтобы принять именно женщину. Да, они слишком серьезные, они слишком тяжелые, они слишком неуклюжие. Они ходят вокруг нее, смотрят на нее, но они не трогают ее. Не этого хочет женщина, женщина хочет насилия. Да, она и не дала себя принять. Всякого рода догматика стоит нынче с печальным и унылым видом. Если только она вообще чего еще стоит. Ибо есть насмешники, утверждающие, что она палая, что вся догматика распростерта на земле, даже более того, что она находится при последнем издыхании. Говоря серьезно, есть довольно прочные основания для надежды, что всякое догматизирование философии, какой бы торжественный вид она не принимала, как бы не старалась казаться чем-то последним окончательным, было всего лишь благородным ребячеством, не только зачином. И, быть может, недалеко то время, когда снова поймут, чего, собственно, уже хватило бы, чтобы послужить фундаментом для таких величественных и, безусловно, философских построек, какие возводили до сих пор догматиками. Какое-нибудь народное суеверие из незапамятных времен? Быть может, какая-нибудь игра слов, какой-нибудь грамматический соблазн или смелое обобщение очень узких, очень личных, очень человеческих, слишком человеческих фактов? Достаточно. Чем занимались догматики все это время? Они говорили, мы созерцаем вечную истину. Они были невинные, они были, как Иисус, как младенцы. Заразуство говорит, женщинам не нравятся такие существа. Заразуство говорит, женщинам нравятся насильники. И именно поэтому он поворачивает парадигму. Мы больше не ищем и не созерцаем истину. Мы создаем ее с помощью своей воли. Насилием. Создаем, естественно, ложь. Мы с другой стороны уже взяли до обороты в сторону на брайд-бру. Почему мы желаем именно истину? Почему мы желаем не лжить? Ну, это более широкая картина, состоящая в том, что истина смертельна и ложь помогает нам жить. Ну, мы уже говорили об этом в прошлый раз. Жизнь бессмысленна. Если мы не выдумываем ей смысл, можно только провести с кого. Но выдумать ей смысл мы можем только с помощью воли, то есть изнасиловав окружающую действительность. Сказав, нет, мир, ты не бессмысленен, у тебя есть смысл. Я дам тебе смысл, да будет сверхчеловек смыслом земли. Как нужно насиловать, говорит Ницше? Насиловать нужно не с тяжелым лицом, не с грозной миной. Насиловать нужно весело, насиловать нужно легко. Впоследствии мы узнаем, что он имеет в виду. Первые философы, а именно Сократ, подходили к истине с максимально насупленной миной, с тяжестью. И эта тяжесть, это та тяжесть, которую ощущает людьми, когда он принимает на себя ценности. Жизнь становится невыносимой, жизнь тяжело нести именно из-за этой тяжести. Золотустра говорит и скажет нам впереди, «Мой архи-враг, мой архи-демон, то, с чем я борюсь, это дух тяжести». Вы знаете, как золотустра побеждает дух тяжести? Не дух мщения есть главный враг золотустры, хотя золотустра заражен мщением, но дух тяжести есть главный враг золотустры. И он побеждает дух тяжести, когда создает вечное возвращение. Доктрина вечного возвращения призвана уничтожить дух тяжести. Уже здесь и сейчас он говорит – мужество убивает дух тяжести. В главе о духе тяжести, в главе о вечном возвращении он скажет это прямым текстом. Почему серьезность – это плохо? Потому что серьезность и страдания идут рука об руку. Тяжесть и страдания идут рука об руку. Но что рождает страдание? Страдание рождает дух мести. Страдание рождает зависть и месть. Почему? Потому что вам тяжело жить, а кому-то нет. Нет. Что это за мир, в котором вам тяжело, хотя вы ничего не сделали, а кому-то не тяжело? И тогда вы начинаете завидовать тому, кому не тяжело, и тогда вы начинаете мстить ему. Мужественными, беззаботными, насмешливыми, насильниками. Такими хочет видеть нас мудрость. Она женщина и любит всегда только воина. Вы говорите мне, жизнь тяжело нести. Но к чему была бы вам ваша гордость поутру и ваша покровность вечером? Жизнь тяжело нести, но не притворительнейши такими нежными. Мы все изрядные, вьючные ослы и ослицы. Что у нас общего с розовой почкой, которая трепещет, потому что капля росы лежит на ее теле? Это правда. Мы любим жизнь не потому, что к жизни, а потому, что к любви мы привыкли. В любви всегда есть немного безумия, но и в безумии всегда есть немного разума. И даже мне, благожелательному к жизни, кажется, что мотыльки и мыльные пузыри, и те, кто похож на них среди людей, больше всего знают о счастье. Те, кому легче всего, да? Смотреть, как порхают эти легкие, неразумные, изящные, подвижные созданницы, это доводит золотустру до слез и песен. Я бы поверил в такого бога, который умел бы танцевать. И когда я увидел своего демона, я нашел за его серьезным, основательным, глубоким, торжественным. Это был дух тяжести, из-за него падают все вещи. Золотустру приходит, спускается вниз, чтобы как солнце все вещи поставить на свои места. Но теперь он прозревает и видит нечто новое. Все вещи падают на свои места благодаря духу тяжести. Но дух тяжести отравляет жизнь. Борьба с духом тяжести должна заставить золотустру поднять все вещи со своих мест, отменить дух тяжести, убрать гравитацию. И это случится, это определенно случится, когда золотустру расскажут нам о вечном возвращении. Я поверил бы только в такого бога, который... Умел бы танцевать. Вы знаете, что это за бог? Бог танцев. Это тот самый, да? Да, да. Митча прямо скажет. Если случай с Аполлоном, Аполлоническое состоит в процессиях, в церковь приношениях, в спектаклях, в порядке, создаваемом людьми, его противоположность состоит в полном беспорядке. Смотрите, помните, он говорит, Аполлон есть принцип индивиду... что это такое? Индивидуальный принцип, да? То есть то, что благодаря чему вы отделяете себя от мира. Противоположность Аполлона – это то, благодаря чему вы перестаете отделять себя от мира. Митча говорит, это происходит, когда начинает играть музыка, и вы входите в танец, вы входите в транс. И в этом танце вы больше не отделяете себя от мира. Отсюда рождение трагедии из духа музыки. Следующий шаг – это, конечно же, мистерии и отгири. Так вы тоже перестаете отделять себя от мира. Ну да, это танцующий бог. И Золотусло будет петь не одну танцующую песню, и все закончится практически танцем. Прошу вас. Убивают не гневом, а смехом. Так давайте убьем дух тяжести. Очень рано Золотусло понимает и ставит себе задачу. Это мой демон, мой архивраг, и его надо убить. Убить его смехом. Не будет ли идея о вечном возвращении, не будет ли концепция вечного возвращения смехом? Не должны ли мы воспринимать ее несерьезно, если она есть смех? Ответить на которую мы точно не сможем до тех пор, пока не прочтем о доктрине вечного становления и не поймем, каким образом она побеждает дух тяжести. Я научился ходить. С тех пор я позволяю себе бегать. Я научился летать. С тех пор я не жду толчка, чтобы сдвинуться с места. Теперь я легок, теперь я летаю. Теперь я вижу себя под собой. Теперь бог танцует во мне. Да. Золотусло говорит, что есть определенные люди, которые способны совмещать в себе эту тяжелость и максимальную легкость. И он не просто говорит об этом. Мы знаем, откуда он это взял. Именно поэтому он говорит нам о том, что сейчас говорит нам, не раскрывая понятия, что мудрость – это женщина, и она любит война. Макиавелли в «Истории Флоренции» 8.36 описывает определенного человека, который одновременно был максимально тяжел и максимально легок. Который резал своих врагов, создавал страшные планы и при этом играл со своими детьми в мячик. Который мог до двух ночи пытать, а с утра встать и пойти со своими детьми искупаться, порадоваться, потыкать пальцем в какой-нибудь трупик, какой-нибудь подпылающего мимо животного. Высшая легкость и высшая серьезность одновременно. Потому что если бы он был только серьезен, он испытывал бы сплошное страдание. Его жизнь была бы отравлена. Но если бы он был только легок, она не имела бы смысла. Он не мог бы предать ей смыслу. Так жизнь легка для юродивого, так жизнь легка для бабочки. Животные золотусты скажут золотусты. Мы знаем о вечном возвращении. Для нас все вещи пляшут всегда. У них нет тяжести. Они не знают о духе тяжести. Именно потому, что они животные. Но мы люди. И дух тяжести обязательно присутствует у нас. А как тогда может быть человек, если человек индивидуален? А это отсылка к Дионису, который коллективен? Нет. Речь не о коллективности. Речь о том, чтобы индивидуальность наконец-то соединилась с миром. Чтобы вы перестали противопоставлять себя миром. Первое. Это происходит в конце книги, когда происходит невозможное. Второе. Это происходит не с золотустой. Это происходит с Богом. В предпоследней главе золотустой женится на жизни. В предпоследней главе колокол звучит 12 раз. Он умирает. В последней главе кто-то другой женится наряднее. Это не золотустой. Если мне, конечно, не изменяет память, я ничего не напутал, как всегда. Идет решающая, пиковая глава. Глава о том, что не все юноши соблазнены золотустой. Глава о том, что некоторые из них чувствуют то же, что и он. И поэтому не соблазнены золотустой. То есть он ищет ученики, и себя не соблазнены. Не-не-не-не-не-не-не-не. Он всех старается соблазнить. Но есть такие юноши, которые, хотя близки ему, не соблазнились. И он должен понять, почему. Можно еще по поводу очтения письма в главе? Конечно. Мне очень непонятно, что название главы, сначала говорится об этом, но к концу уже переходит в совершенно другую тему. То есть в очтении письма, ну понятно, что в очтении письма только первая одна десятая. А все остальное уже уходит в какую-то другую тему. Почему так происходит? Это вообще, с одной стороны, если он выбирает главу, называть его таки уровень, то он как бы должен быть какой-то... Ну, резон за этим, да, я понимаю вас. Отличный вопрос. Я могу только просто ткнуть пальцем в человека, который делал так же. Знаете ли вы такого человека, который делал точно так же? Вы берете книжку, она называется «Х». Вы думаете, ага, «Х», а там «Х» первые десять страниц. А книжка вот такая. Знаете ли вы такого человека? Сейчас, я думаю, что... Кто-то знакомый. Конечно, знакомый, мы все его знаем. Да языки вертятся, не могут. Это ксенофонт. Вы открываете «Анабасис», «Восхождение», а там, собственно, «Анабасис», «Восхождение к морю», это первая глава. Вы открываете «Кюру Пайдея», «Киропедию», а там, собственно, «Воспитание Кира» — это первая книга. А все остальное — это то, как он создавал Персидскую империю. Ну, все, ну, все. То есть, то же самое с воспоминаниями. Книжка называется не «Воспоминания о Сократе», она называется «Воспоминания». Только все воспоминания почему-то о Сократе. Так же и тут. Мне кажется, это связано с тем, что эта книга для всех и для никого. Если вы несерьезно ее читаете, как только что было сказано, если вы читаете ее из праздности, вы никогда не поймете, о чем идет речь. Почему? Потому что вы будете смотреть на название главы и на первые две строчки. У левых есть такая привычка читать низкосок. Ленинская привычка. Поэтому они никогда не читают твои источники. Поэтому ниши от них закрываются. То есть, ниши прямо говорит вам, а тех, кто читает из праздности, надо закрыться. И закрываются. Вот почему уже третью главу подряд я называю не название главы, а настоящую тему. Даже о трех превращениях духа и та издевка. Если их только два. О дереве на горе, то да. О дереве на горе. Вы теперь о чем-то глава? На самом деле да. На самом деле да. Чтобы узнать, о чем эта глава, вы должны взять эту книжку, долистать до последней страницы, до последних страниц, найти там комментарий, где будет стих о дереве на горе. Он называется, по-моему, «Лиственница на горе». Или «Ель на горе». Как-то так. Стихотворение «Инни». Да, вот оно. Оно на немецком. А то там же перевод. А, да. На следующей странице. «Инни и молния высоко». А вы просите на немецком. Вот здесь два человека, как минимум, понимают. Да, вот три человека понимают. Я вам говорю французское. А, ну хорошо. Ну, переводите. На странице. Страница. Страница. Пятьдесят два. Хорошо, ладно. «Инни и молния. Высоко расставлены для людьми изверяемые. Я говорю, ко мне не говорит никто. Расставлен слишком одиноко и слишком высоко. Я жду. Чего же жду я? Слишком близко ко мне живище молнии. Я жду первой молнии». Да, да. Я ждал, что вы на немецком. Простите. Она красивее звучит на немецком, естественно. Ну, не надо. Уже хватит. Потому что хотя бы она в рифму там. Чего она ждет? Она ждет первой молнии. Она ждет собственной погибели. О дереве на горе. О том, кто ждет собственной погибели. О том, кто должен идти по мосту. Угу. Давайте. Глаз Заратустра заметил, что один юноша избегает его. И вот однажды вечером, когда гулял он один по горам. Очень важно. Везде очень важно, но здесь это видно. Глаз Заратустра заметил. Здесь очень много будет связано с темой увидения и зрения. Угу. И вот однажды вечером, когда гулял он один по горам, кружавшим город, который назывался Пестер-корова, он набрел на этого юношу, который сидел, прислонившись к дереву, несмотря на усталым взором по долину. Заратустра взялся за дерево, у которого сидел юноша, и заговорил так. Если бы я хотел потрясти это дерево своими руками, я бы не смог этого сделать. Но ветер, невидимый нами, терзает и гнет его, куда он хочет. Значит, невидимые руки сильнее всего внутри терзает нас. Да. Что это за невидимые руки-то опять? Это родители. Конечно, это страсти, страсти. Да, 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 да. Тогда юноша встал пораженно и сказал, я слышу Заратустру, и только что думал о нем. Да. Не ждал ли Заратустра этого момента, когда этот юноша уединиться? Не собирался ли он подойти к нему с самого начала? Заратустра кричал, чего пугаешься ты? И с человеком происходит то же, что с деревом. Чем больше стремится он в высоту, к свету, тем глубже устремляются его корни в землю, вниз, во мрак, в глубину к козлу. Да, к злу. Воскликнул юноша. Как это возможно, что ты открываешь душу? Остановимся. Ницше отбегает впервые крайне интересную мысль. Чем выше человек, тем больше он способен и к добру, и к злу. Иными словами, когда христианство требует от людей быть минимально злыми, оно одновременно требует от них быть минимально добрыми. От христианина не требуется, чтобы он снял последнюю рубашку. Чтобы он был вежлив, этого достаточно. От христианина не требуется, чтобы он отдал свой дом. Достаточно подавать милосты. От христианина не требуется, чтобы он жил, как Иисус. Достаточно хотя бы не работать в воскресенье. То есть, если бы мы отдали дом, вы более склонны от обратно? У вас есть потенциал козлу, конечно. Чем больше добро, тем больше зло. Чем на большее способен человек, тем на большее добро и зло он способен. Ибо добро и зло есть только моральные оценки поступков. Но у поступков есть своя объективная оценка, их величина. Если у вас есть потенция к великим поступкам, то одни могут одновременно называться великим добром и великим злом. Поэтому мы должны убрать это деление и оставить только деление на какое? Не на доброе и злое, а на какое? На великое и малое. Заратусство преобразует это деление в последующие. Помните о делении? Христианство говорит доброе и злое. Макеогелли говорит эффективное и неэффективное. Ничья говорит большое и малое. Заратусство говорит большое и малое. На самом деле Заратусство скажет благородное и неблагородное. Нет добрых и злых людей. Нет эффективных и неэффективных людей. Есть только благородные и неблагородные люди. При этом благородные это очевидно злодеи. По крайней мере так их легче всего узнать. Вернитесь к великим людям, которым мы считаем великими по умолчанию. К великим политикам. Сделали ли они великое добро без великого зла? По крайней мере противная сторона, которую они изнасиловали, считает, что это было великое зло. Даже если своя собственная сторона, которая благодаря этому насилию чего-то достигла, считает, что это было великое добро. Заратусство засмеялся и сказал, что некоторые души никогда не откроют, разве что сперва выдумают их. Да, разве что сперва выдумают их. И здесь Заратусство говорит юноше, что он такой же. Заратусство выдумал себе душу. И они совпадают с душой юноши. Да, к злу, воскликнул юноша еще раз. Ты сказал правду, Заратусство. Я больше не верю в себя самого с тех пор, как стремлюсь я ввысь, и никто уже не верит в меня. Как же это случилось? Не меняю слишком быстро. Мое сегодня опровергает мое вчера. И часто перепрыгиваю ступени, когда поднимаюсь. Этого не прощайте ни одна ступень. Юноша проходит не через одно превращение духа. Он близок к Заратусстве. И потому его сегодня опровергает его вчера. То, что вчера казалось ему цельным, сегодня уже не кажется таковым. Это одно из свойств высшего человека. Можно вопрос. Конечно. Я часто люблю ступени, когда поднимаюсь, это не прощайте ни одна. То есть получается, ему иногда приходится возвращаться. Это в смысле, что он ожидает мести от каждой ступени. То есть он никем не любим за то, что он делает. Сократ говорит, есть естественные иерархии. Людей. Я нахожусь на пике этой естественной иерархии. Нет никого мудрее Сократа. Поэтому что делает Сократ? Он идет к тому, кто находится на вершине искусственной иерархии, общественной иерархии. И говорит, подвинься. Он идет к перекру. Помните, это описание того, как Сократ идет к другим типам людей. К политикам, поэтам и отцам. Если вы прочтете внимательно, вы увидите, что когда Сократ идет к политикам, они, во-первых, спорят, он проигрывает и он уходит оттуда со стыдом. И начинает бояться за свою жизнь. Почему? Эта история, естественно, не выглядит так, как я ее описываю, но она могла бы выглядеть так. Представьте себе, Сократ приходит, он не разговаривает один на один. Это бессмысленно. Он разговаривает в окружении сторонников этого самого великого политика. Почему? Чтобы к концу разговора они стали его сторонниками. И, наконец, естественная иерархия соединилась с общественной. Но происходит прямо противоположное. Он доказывает этому политику, что политик ничего не понимает, что он ни на что не способен, что он имбецил. Но вместо того, чтобы все вокруг начали хлопать и идти за Сократом, все вокруг начинают грозить Сократу кулаками. И он вынужден со стыдом покинуть это место. Точно так же и здесь. Я есть вершина естественной иерархии. Я двигаюсь быстрее, чем все остальные. Почему меня не любят? Почему все, наоборот, ненавидят меня? Нет. В чем причина? Почему вы начинаете ненавидеть того, кто двигается быстрее, чем вас? Почему хотят? Зависть. Зависть, конечно. Юноша сталкивается с завистью. Естественно, в любой иерархии тот, кто стоит ниже, завидует тому, кто стоит выше. И эта зависть порождает месть. Юноша не просто сталкивается с завистью. У него возникает еще одна проблема. Более страшная проблема. Нет, кстати, вопрос по поводу юноши. Получается, он близок к трансформации Заратустра. Да, он близок к Заратустра в том смысле, что он тоже двигается вперед. Он тоже проходит через три превращения духа. Но когда он проходит через три превращения духа, ему становится не лучше, ему становится хуже. Ни одна ступень не прощает мне. Поэтому он начинает избегать Заратустра. Ему страшно. Ему неприятно. То есть он не может смириться с своим развитием. Ну, трансформацией своей. Нет, не может смириться с итогом. Вы думаете, что развиваясь, двигаясь вперед, вам должно становиться лучше. То есть, говоря языком проще, вы должны становиться счастливее. Но кто сказал, что движение вперед и счастье связаны? Тот, кто сказал, что мир движется от своего рождения к страшному суду и наступлению рая на земле. Это действительно прогресс. Это простая прямая. От худшего состояния к лучшему состоянию. Но так не бывает. Этого не может быть. Прогресс связан с жестокостью, с болью, с несчастьем. И бедные юноши именно это испытывают. Когда я наверху, я оказываюсь всегда одиноким. Никто не говорит со мною холода. Одиночество заставляет меня дрожать. Чего же я хочу? На высоте. Да, это ответ дерева. Чего оно ждет? Но смотрите, тот факт, что юноша похож на золотустру, также кое-что говорит нам о золотустре. Золотустру одинокий. Он всегда одинокий. На высоте никого нет. На максимальной высоте естественной иерархии нет равного вам. Моё призрение и моя тоска растут одновременно. Ну, тоска, желание. Чем выше я поднимаюсь, тем больше позираю я того, кто поднимается. Чего он хочет на высоте? Как стыжусь из своего восхождения и спотыкания? Как смеюсь я над своим тяжелым дыханием? Как ненавижу я летающего? Как я устал на высоте? Этот юноша близок к золотустру. Этот юноша близок к себе, к человеку. Но он не может стать. Он навсегда останется шагом на пути. Он навсегда останется частью моста. Но что значит он останется шагом на пути? Это значит, что кто-то другой превзойдет его. И это значит, что в глазах этого другого он будет стоять ниже. Как бы вы ни двигались, с какой скоростью бы вы ни делали это, вас ждет зависть снизу. Но это не так страшно, как тот факт, что кто-то обгонит вас и вас ждет зависть сверху. То есть ваша собственная зависть. Почему юноша избегает золотустру? Потому что он завидует золотустру. Потому что золотустру стоит дальше. Опасность зависти и опасность мщения подстерегает не только снизу, но и изнутри. Даже золотустру она подстерегает изнутри. Но золотустру это самое высшее из того, что мы видим в этом произведении. Тут юноша умолк. Золотустра стояла дерево, у которого они стояли, говорил так. Это дерево стоит одиноко здесь на горе. Оно выросло высоко над человеком и зверем. Да, вот так, как и начинается стихотворение. Если бы оно захотело говорить, не нашлось бы никого, кто мог бы понять его. Так высоко росло оно. Теперь ждет оно и ждет. Чего же ждет оно? Оно живет слишком близко к облакам. Оно ждет, вероятно, первой молнии. Да. Что вы должны сделать, достигнув своего предела? Ждать, пока вас обгонят остальные и начать им завидовать и их ненавидеть? Идти дальше. Нет, вы не можете идти дальше. Рано или поздно ваш предел будет достигнут. Чего оно ждет? Первой молнии. Что вы должны сделать? Когда ваше развитие заканчивается, что вы должны сделать? Ведеть. Конечно. Вы знаете, что закон становления гласит, либо движение вверх, либо движение вниз. Если вы не движетесь вверх, вы движетесь вниз. А вы поняли, что это больше не вас двигается вверх. Мне кажется, что это можно. Кто-то вас обгоняет. И вы видите, как это происходит. Вы начинаете испытывать зависть. Но на определенном этапе нас все равно кто-то обгоняет, пока мы... На том этапе, на котором вас обгоняют, становится понятно, что вы двигаетесь уже недостаточно быстро. Представьте, что этот юноша и есть ступень. Кто-то перескакнул через него. И тот, кто перескакнул, знает, что ступень ощущает. Этого не прощает мне ни одна ступень. Зависть. Это конец. Я понимаю, что ты можешь еще подняться, а не... Юноша говорит, я больше не могу подниматься, потому что высота стала мне отвратительной. Чего жду я здесь на высоте? Почему я так одинок? В чем проблема? Зависть – это источник учения о чем? Это источник учения о равенстве. Христианство исходит из зависти. Либерализм исходит из зависти. Социализм исходит из зависти. Если вы поднимаетесь в иерархии вверх, а затем останавливаетесь и видит, кто поднимает, как поднимается кто-то другой, вы становитесь врагом иерархии. Вы требуете равенства. Потому что вы знаете, что вы не можете подняться выше. И эта проблема нерешаемая, как нам кажется, проблема сейчас. Как победить зависть? Как победить дух мщения? Тяжелый вопрос. Может быть, еще более тяжелый, чем вопрос о том, как победить дух тяжести. Отсюда будет глава. Интересная глава. Глава о том, как умереть вовремя. Позднее, да. Затус расскажет, я не люблю тех, кто умирает слишком рано, и я не люблю тех, кто тянет. Умри вовремя. Вот моя заповедь. Когда Затус сказал это, юноша закричал себя жестикулировать. И правда, как вы можете не умереть вовремя, если вы знаете, что высшее не существует ради нищего? Достигнув своего пика, вам остается только спуститься вниз. Но тогда получится, что ваш пик существует ради вашего спуска. Это не может быть. Так не может случиться, говорите вы себе. И тогда наступает время умереть. Затусство не сторонник жизни. Затусство не защищает жизнь. Затусство не считает, что жизнь – это высшая ценность. Вне жизни есть высшая ценность. И потому высшая ценность стоит выше, чем жизнь. В этом смысле он также похож на эпикурийцев и стойков, в кавычках, конечно. Заверши свою жизнь больно, не тяни с ней. Только Бог говорит, что самоубийство – это грех. Потому что так быстрее всего попадает к нему, и это читня. Бог не любит читеров. Затусство так не говорит. Затусство говорит обратное. Как только ты почувствуешь, что пришло время, значит время пришло. Не надо затягивать. Потому что иначе тебя ждет только ненависть к себе. Тебя ждет опровержение принципа высшего. Может ли быть это понимание средством борьбы двух страстей? Они должны быть абсолютно равны. Потому что если одна из них сильнее, то слабая ничего не сможет заставить вас понять. Но в их равенстве все время будет борьба или будет договор, как мы уже знаем. Так что нет, наверное, все-таки нет. То есть вас не может обмануть та страсть, которую вы уже подавили. То есть может обмануть только та страсть, которая вас господствует. Но она не будет обманывать, потому что она хочет жить. Ну, смотрите, тут проблема в том, что когда идет спуск после пика, ты с кончерника не поймешь, будет ли подъем в превышающий пик, либо его не будет. Ну, допустим, что же самое личное Заратустера? Это его был пик. Ну, это была самая хорошая книжка. Ну, в смысле, он понимал это. Но впереди-то... Он говорил это по отношению к прошлому, но он понимал, что впереди воля пласть. Он, может быть, не понимал это сразу после Заратустера, но это начал понимать, или он сразу после Заратустера, который вы в пласть. Надо смотреть на планы. Скорее всего, что сразу после планы пятой, четвертой, пятой, шестой частей появляются в 12-13 томах. Более классно уже появилось. Уже вышел Антихрист. Антихрист в оригинале назывался Антихрист переоценка всех ценностей. Но ваш вопрос все-таки остается абсолютно валидным. Как понять? Но ничего не дает ответов на все вопросы. Потому что жизнь должна продолжать оставаться загадкой. Я думаю, вы поймете. Важно не то, поймете вы или нет. Важно то, что когда вы поймете, вы не должны затягивать. Да, Заратовство, ты говоришь правду. Своей гибели желал я, стремясь ввысь. И ты та молния, которую я ждал. Да, Заратовство обогнал его. И Заратовство есть причина его сменки. Взгляни, что я теперь с тех пор, как ты появился к нам. Зависть к тебе уничтожила меня. Так говорил юноша, и Горько плакал. Да. Смотрите, зависть выделена грузивом. И юноша похож на Заратовство, потому что он знает, что я его уничтожил. А Заратовство обнял его и увел с собой. И когда они вместе прошли немного, стал Заратовство говорить так. Итак, перед нами первая попытка Заратовства победить зависть. То есть преодолеть дух мщения еще до его появления. Видите, юноша не мстит Заратовству, еще пока не мстит. Юноша избегает Заратовству, чтобы не провоцировать месть. Но если в нем уже появилась зависть, значит он бесполезен. Да, значит для него уже все закончено. Но почему его нельзя убить сразу? Так именно об этом юноша и говорит. Зависть к тебе уничтожила меня. Именно поэтому он удалился и сидит на высоте перед деревом. Где находится дерево? Из стихотворения. На горе. Не на горе, там же более правильно, на обрыве. Нет, а зачем тогда Заратовство удалил? Это попытка Заратовства впервые победить дух зависти, еще до того, как он превратился в дух мщения. Как можно жить, задается Заратовство вопросом, если такое происходит. Если поступать так, как мы говорим, так, как я только что объяснил, иерархия становится невозможной. Потому что каждое звено в иерархии, кроме Высшего, тут же будет заканчиваться. Посмотрим, что предлагает Заратовство. Разрывается сердце мое. Лучше, чем говорить твои слова, говорит мне твой взор обо всех грозящих тебе опасностях. И снова взор. Ну почему? Глаза есть зеркало души. Ты еще не свободен, ты ищешь еще свободы. И сонным сделал тебя этот поиск бодрствующим. Да, это, собственно, отсылка к первой, к второй главе, а как это, как это, к обладители. Бессонным стал ты. В свободную быть стремишься ты, звезд жаждет душа. Но твои дурные инстинкты так же жаждут свободы. Твои дикие псы хотят на свободу, они лают от радости в своем подземелье, когда твой дух стремится ворить и темниться. Смотрите, не всякая страсть есть добродетель. По-моему, ты еще заключенный, мечтающий о свободе. Ах, умный становится душа у таких заключенных, кто так же лукавый и дурной. Очиститься должен еще свободный духом. Многое от тюрьмы и отгнили еще в нем. Чистым должен еще стать его взор. И снова взор. И да, я знаю твою опасность. И золотовство признается, что они похожи. Я знаю твою опасность. Он испытывал ее и сам. Но моей любовью и надеждой заклинают тебя. Не бросай свои любви и надежды. И это все, что золотовство может сказать во имя его извлечения. Если он узнает о зависти, значит, золотовство сам кому-то завидует. Да, 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 да. Конечно. Кто этот некто? Кто этот порхающий, танцующий? А, он бог-то и нет. Золотовство прямо скажет дальше. Если бы были боги, как мог бы я не быть одним из них? Именно потому что я не бог, богов не существует. Благородным чувствуешь ты себя, и благородным чувствуют себя другие, кто не любит тебя и посылает тебе злые взгляды. Знаешь, что у всех поперек дороги стоит благородный. Даже для добрых стоит благородный поперек дороги, и даже когда они называют его добрым, этим хотят они устранить его. Да, вот оно деление. Не добрый и злой, а благородный и безродный, и неблагородный, если хотите. Но это значит, что благородный всегда рассматривается добрыми людьми как злой. Кто такой благородный? Благородный – это создатель нового. Создатель нового – это всегда разрушитель, всегда преступник. Тот факт, что перескакивал я через ступени, не прощала мне ни одна ступень. Тот факт, что я проходил сквозь ваше добро и зло, вы мне не прощали, и за это объявляли меня преступником. И за это пытались меня уничтожить. И за то, что тут же говорит о новой опасности. Опасности, не связанные с завистью. Добрые хотят сделать из благородных добрых. Хотят соблазнить их, стать добрыми. Иными словами, хотят из излучителей сделать защитников общества. Как они собираются это сделать? Они собираются сделать их пастухами. Добрые ставят благородного во главу общества. Так благородный оказывается пастухом стада. Так благородный оказывается защитником общества. Помните Аристотеля? Да? То есть, доброта не является договорительством. Для них она является добродетелью, потому что для них Это морально А для него, конечно, нет Еще раз, великий поступок Может быть оценен как зло и как добро Новый хочет создать Благородный и новый добродетель Старого хочет добрый Чтобы старый сохранил Да, это важно, добрый это конформист Защитник общества, защитник общественной морали Конечно, он выступает Против благородного Как разрушителя морали Называя его злодеем Хотя тот не является злодеем Он уже встал по ту столу и на добра И в чем же опасность? И не в том опасность для благородного Что он станет добрым, а Но что станет он наглым, насмешником и разрушителем Да, что он станет циником и пессимистом Что он не станет созидателем А останется только разрушителем Что он останется только львом Но не ребенком Но ведь они хотят наоборот Учить от созидания Естественно, так они хотят не дать ему созидать Либо они хотят соблазнить его Защищать общество Либо они хотят соблазнить его Не дать ему созидать Остаться навсегда просто преступник Ах, знал и благородных Потерявших свою высшую надежду И теперь возводили кребету А не на все высшие надежды Теперь жили они нагло И следимы им о летном удовольствии И не загадывали даже на день Да, я знаю, кто это люди из будущего И я знаю, кто это люди из прошлого Но давайте дочитаем, чтобы я мог сказать вам Кто этот человек из прошлого Как минимум один Дух тоже сладострастие Так говорили они Тогда разбились крылья их духа Он теперь ползает, он все пожирает Оставляет после себя гореть Естественно, Нище говорит о Паскале Паскаль – разум, которого боролся с христианством И не смог победить Вернее, разум, в котором заставлял христианство Удавить разум И не смог это сделать Поэтому Нище будет говорить Разум Паскаля как червь Паскаль пытается его раздавить все время В пользу христианства Но у него не получается никогда Эти добряки Разве это не чертать Те добряков в сохранении? Так ведь? Вы воспитаны в обществе общественной моралью И в вас нет сил льва Что вы хотите? Вы хотите, чтобы та мораль, которая у вас есть Навсегда сохранилась Поэтому вы называете себя добрыми Защитниками морали Вопрос Разве это не принцип консерватизма Сохранить того в чем ты воспитанный? Конечно Консерватизм То есть мы же поэтому и говорим Что за Нище следуют не консерваторы А новые консерваторы У них в голове не прошлое У них в голове не вера Царь Отечества И не нация У них в голове совершенно другие вещи У них в голове проект И это не шанский проект Свободный проект Вопрос статья Разве можно тогда их называть консерваторами? Они поэтому и называются Не консерваторами А консервативными революционерами Что может быть более противоречивым Чем консервативные революционеры? Ну консервативные революционеры Вы сами говорили Что консервативные революционеры Для ошибок Они неправильно у вас поняли Да Но это не значит Что они не попытались Это не значит Что они все равно Не выглядели консерваторами Как мы их понимаем сейчас Консерватизм Это то Что заставляет сейчас вас Защищать Уже навязанную вам мораль Попробуйте опровергнуть ее, это и будет лет. И когда вы ее опровергнете, перед вами станет новая. Мой любимый пример бабушки и сиденья. Встать перед бабушкой. Это то, чему учит вас стандартный мораль. Уступайте места, говорите, беременным женщинам, инвалидам и пожилым людям. Но можно просто не садиться. Вопрос, собственно, в том, откуда взялась эта постановка, откуда взялся этот постулат, и почему он должен быть валидным до сих пор. И когда вы зададитесь вопросом, откуда взялся этот постулат, у вас будет только один ответ, он не может быть валидным до сих пор. И тогда вам придется сказать нет. И когда вы скажете нет, у вас станет новый вопрос, а как тогда быть? И вы сами для себя должны будете создать новый постулат. Это вопрос. Получается ли то, что тот, кто движется к сверхчеловеку, должен быть абсолютно неидеологизирован? Он может придерживаться, если это его собственная идеология. Если он ее создан? Конечно. Но причем придерживается словно до тех пор, пока он ее не разрушит и не создаст новую. Да. Просто вокруг Ницше все время существует идеологизация с его философией. Кто-то пытается взять идеологизацию как консервативную, кто-то пытается ее осмыслить иначе. Как левую, да. Вот мы об этом уже говорили. По факту, получается, Ницше говорит о том, что просите идеологию, потому что вы должны ее создать. Так? Немного не так. Вы же не отбрасываете идеологию. Вы имеете в виду, вы отбрасываете существующую идеологию. Да, да, конечно. То есть вы должны переосмыслять постоянно даже собственные действия, собственную мораль. Не то, что вам дало общество, ее отбросить легко. Попытайтесь отбросить собственную, которую вы нашли. А возможно ли вот это переиспространить создание, то есть, допустим, если оно содержит элементы, которые есть уже в существующем? Это был вопрос от Максима Павловича, можем ли мы вернуться назад к христианству и к единому богу. Да, то есть может ли настать такой исторический момент, когда нам снова потребуется монотеизм? И ответ? Да. Да, можем. То есть, если, допустим, условно, человек переосмысляет, переиспространяет, создается новые принципы, и среди этих принципов оказываются принципы какого-нибудь социализма. Это нормально? Если таков исторический момент. То есть, если он сам дошел до этого? Нет, не если он сам дошел до этого. А валидность тех или иных принципов теперь оправдывается историей. Что-то должно погибнуть, и что-то должно быть защищено в рамках истории. То есть, если вы хотите создать новое, вам надо будет уничтожить старое, чтобы уничтожить старое, вам надо понять, что это старое. Это старое, это всегда господствующее. И вы спрашиваете себя, что господствует? Что господствует сейчас? Но в любом случае, демократия, либерализм, всеобщая равенство, права человека. Вы можете со мной согласиться, можете не соглашаться, в исторический, конкретный момент, что-то господствует. И вы говорите себе, это должно быть не то. Иначе вы не можете двигаться вперед. Некогда думали они стать героями, теперь они стали столюнцы. Скорбью и ужасом является для них герой. Но моей любовью и надеждой заклинаю тебя. Не изгоняйсь в героя и своей души. Храни свято твою высшую надежду. Да. Твою золотую структуру. Потому что иначе золотую структуру не сможет сохранить свою. Они похожи. Поэтому молодой человек должен сохранить свою надежду. Иначе золотую структуру решится своей. Заметьте, золотую структуру ничего не говорит о сверхчеловеке здесь. Он не концентрируется на высшем. Почему? Потому что если бы он сказал сверхчеловек, молодой человек бы упал в приступе ярости. Где он и где теперь сверхчеловек? Слишком много зависти. Даже по отношению к золотую структуру. Хорошо. Речи золотую структура работают. Он соблазняет молодых людей. Пришло время двигаться от отрицаний к потихонечку утверждениям. И следующая речь, это не речь об утверждениях. Это все еще речь о врагах. О проповедниках смерти. Да, да. Этого достаточно. Пока мы должны прерваться, а потом уже вернуться. Теперь это не свобода, любовь и так далее. Теперь это жестокость по отношению к окружающим. Уничтожение тех, кто заслуживает уничтожения. И это, конечно, в первую очередь проповедники смерти. Проповедники смерти, да. Простите под пять с абзаца. Желтые или черные, так называют, проповедников смерти. Достаточно. Желтые или черные. Кто это? Священники. Черные священники, это какие? Это рядовые пастыры. Меня интересует религия, которую они представляют. А, это христианство. Христианство, правильно. А желтые что представляют? Буддизм, конечно. Потому что с точки зрения нитши, буддизм это следующий ветвь христианства. Следующий виток христианства. Хорошо, на этом давайте остановимся и прервемся. Спасибо.